Ну что, привет ребята, привет студия! Вы знаете, это мой первый стендап перед такой большой аудиторией, как совместная аудитория всех каналов, поэтому я немножко волнуюсь. Нет, я вообще всегда волнуюсь перед каждым своим выступлением в «Открытой правде», но сегодня как-то особо волнительно. И знаете, сегодня я хочу поговорить про айтишников и про Новый год. Меня часто спрашивают, почему я всегда говорю про айтишников, но это же неправильно, есть еще в индустрии и айтишницы. Но все дело в том, что айтишниц я знаю крайне плохо, и нет, я не сексист, поймите меня правильно. Все дело в том, что у меня жена, старшая сестра, два ребенка, я в принципе не могу быть сексистом, потому что оба ребенка это девочки. И если бы я был сексистом, то я бы, наверное, здесь уже перед вами давно не стоял. Нет, ситуация иная. Все дело в том, что как мы вообще узнаем людей? Ну, мы узнаем их в баре, в бане, где-то на автопати. Если у меня есть коллеги, друзья, айтишники, то я звоню жене, говорю, слушай, я сегодня с Колей, хочу пойти посидеть в баре, обсудить айтишные вопросы. И обычно это не вызывает вопросов, хотя понятно, как все будет, но вопросов это не вызывает. Представьте себе ситуацию, если я позвоню жене и скажу, слушай, у меня тут коллега Анастасия, я хочу с ней пойти в бар, пообщаться на айтишные темы. И вопросов будет очень много, и даже если на все их отвечу, и отвечу правильно, итог будет один, мне скажут, иди домой, и два месяца никуда не выходи. Ну, то есть вообще никуда, даже с Колей, потому что понятно, что после такого финта ушами мне уже никто не поверит, что я с Колей куда-то хочу пойти. Ну, и тут проблема, что на работе тоже особо айтишниц не узнаешь, потому что, ну, как вы себе это представляете? Допустим, если я со своим другом в баре сижу и говорю, слушай, зачем ты пришел вообще в айти, почему ты сюда попал? Он говорит, да, из-за денег. Все, все нормально, все все понимают. А, представьте себе ситуацию, что я разговариваю с девушкой айтишницей на работе, говорю, слушай, а ты чего в айти пришла? Она говорит, да пошел ты нафиг, сексист. Ты что думаешь, только мужики могут работать в айти? То есть это вообще никак не допустимо, и представить такую ситуацию невозможно. Ну, и, конечно, на планерке это единственное общение с девушками айтишницами, которое у меня, в принципе, может быть. И в этом причина, почему я разговариваю всегда про айтишников, и разговариваю про них очень много. Ну, вы знаете, шутить про айтишников, это крайне-крайне сложно. Все дело в том, что у айтишников нет чувства юмора практически никогда. И даже у меня есть такой тест на айтишника, ну, то есть как понять, что перед вами айтишник, и что у него нет чувства юмора. Ну, я рассказываю такую историю, она, наверняка, вам покажется не смешной, но тем не менее. В общем, представьте себе ситуацию, у меня есть старый-старый друг, он такой айтишник, ему чуть более 30 лет, и недавно он встретил свою первую любовь. И вообще здесь нужно отметить, что айтишники почему-то чаще встречают свою первую любовь лет в 30. Ну, такие, знаете, заядлые айтишники, я бы сказал. В школе они просто какие-то ботаны, да, и на них мало кто обращает внимания. А вот к 30, когда у них появляется квартира, дача, машина, они начинают ездить на Мальдивы, девушка к ним подходит, говорит, а, слушай, а ты веселый, поехали с тобой на Мальдивы. То есть как-то все налаживается резко, начинает лет в 30. Вот у моего друга случилось именно так же. Ну, и до этого я ему дал совет, он ходил в таких больших очках, с большими толстыми линзами, у него не очень хорошее зрение, он все-таки айтишник. И, в общем, я ему говорю, слушай, ну ты купи себе линзы. И вот он купил себе линзы, после этого у него жизнь наладилась, он встретил девушку, влюбился, она влюбилась в него. Все хорошо, и, видимо, поэтому он решил, что я даю очень хорошие годные дельные советы. Ну, и он приходит ко мне, говорит, вот наш первый Новый год, мы встречаемся в первый год, что ей подарить? Ну, я совершенно не знаю девушку, он меня с ней еще не знакомил, это мой хороший коллега, мой хороший товарищ. Я говорю, слушай, ну подари ей что-нибудь полезное. Ну, и, в общем-то, на этом весь разговор закончился. После Нового года мы встретились. Я говорю, ну что, подарил? Он говорит, да, подарил. Я говорю, что? Он говорит, клавиатуру. Я говорю, какую? Говорит, механическую. Я говорю, ну что? Она обрадовалась. Он говорит, да нет, мне кажется, не очень. Я говорю, угу, понятно. А на каких свечах? Он говорит, точно на голубых надо было дарить, на красных. Но ничего, говорит, на 8 марта я подарю ей обязательно красные свечи. Я предусмотрительно подарил клавиатуру со съемными свечами. И все будет хорошо, она очень будет счастлива. Я про себя думаю, да, на день рождения я ничего не буду ей советовать дарить, потому что два праздника в году я ей уже испортил, третий постараюсь не испортить. Ну и, в общем, так эта ситуация обернулась, что я рассказываю эту историю айтишникам и говорю, ну вот, представляете, я забыл айтишнику сказать, что полезный подарок для девушки подарить. И он подарил ей клавиатуру, это, безусловно, полезный подарок, но для айтишника. Ну и мне на это отвечает, откуда ты знаешь? Может, она айтишница? Может, она геймерша? Может, она вообще гоняет в Counter-Strike с утра до вечера, и ей нужна была механическая клавиатура. Откуда ты знаешь? Ну и действительно, я тогда этого не знал, но позже, мой друг познакомил меня со своей девушкой, я узнал, что она учительница в школе. Не знаю, играет ли она в Counter-Strike со своими учениками, но у нее точно есть механическая клавиатура на красных свечах. Ну и вот в этом году она звонит мне на Новый год, говорит, слушай, вот такая ситуация, не знаю, что подарить своему парню, моему другу на Новый год. Ну, посоветуй что-нибудь, что-то айтишное, что ему понравится. Я при себе думаю, ты учитель в школе, ты хочешь подарить айтишнику что-то, то, что ему понравится? Это вообще как? Я говорю, слушай, ну, понимаешь, что айтишники, они такие люди, им нравятся очень дорогие вещи. Говорит, не волнуйся, я откладывала со своей зарплаты весь год, деньги не проблема. Я думаю, ну ладно. Вы знаете, я обратил внимание, что многие девушки любят шутить про то, что у них очень дорогое нижнее белье. Так вот, эти девушки никогда не видели цены на игрушки айтишников. Те, кто в курсе, знают. Какая-нибудь маленькая-маленькая фигулька, которая мигает разными цветами радуги, она стоит конских денег. И я подумал, что, ну, окей, если человек очень хочет, то почему бы ему не дать хороший совет, тем более я знал, что хочет мой друг. Я говорю, окей, записывай. 3 0 8 0 TI NVIDIA, карточка, которую он очень давно хочет. Заходишь в магазин, говоришь, хочу такую. Ну, в общем, она подарила ему открытку. И это тоже очень даже ему понравилось, потому что в первые 2 года отношений можно подарить всякую ерунду. И любому айтишнику это понравится. Но вообще, я после этого подумал, а какие вещи нравятся айтишникам, что вообще их воодушевляет и чем можно их удивить. Знаете, я недавно подбирал себе кресло, потому что для спины, чтобы было удобно. И я понял, почему многие айтишники работают стоя. Знаете, я посмотрел, сколько стоят удобные, классные кресла, которые ортопедические, которые для спины. Они стоят 150-200 тысяч рублей. Хорошие марки. Я не говорю сейчас про дешевые кресла. Нет, я говорю про нормальные, хорошие кресла. Я подумал, что подъемный стол стоит 30-40 тысяч. И, конечно, я лучше куплю подъемный стол. Всем буду говорить, что я заботюсь о своем здоровье. И поэтому работаю стоя. Зачем мне стул за 200 тысяч? Даже для айтишника это немалые деньги. И для меня после этого стало понятно, почему столько айтишников работает стоя. Это просто удобнее, это просто дешевле, прямо так скажем. Но вообще, обычно айтишники любят себя баловать. Конечно, Новый год начинает баловать непосредственно в декабре. Я недавно разговаривал еще с одним своим другом. Он говорит, купил вещь, которую давно хотел. Я говорю, какую? Он говорит, макбук про этого года. Я говорю, слушай, подожди, подожди, ты же в прошлом году. Он говорит, ну да, в прошлом году я купил, но это же уже прошлогодний макбук. Я подумал, какая удобная у Apple стратегия. Они продают макбуки на Новый год, а после смены года они сразу становятся прошлогодними. И на Новый год люди снова хотят себе макбуки. Знаете, многие мои друзья айтишники, которые не очень, не очень крутые айтишники, они покупают макбуки в кредит каждый год. Именно поэтому многих из них нет ипотеки, но зато есть много-много-много ноутбуков в съемной квартире. И это здорово, потому что так может делать только свободный айтишник. Например, у меня так уже не получится, если я своей жене скажу, что я хочу макбук на Новый год. Ну, в общем, я же вам говорю, что я не только не сексист, но я еще и подкаблучник, поэтому это просто невероятно. Я подумал, ну а что из дешевого, из простого можно подарить айтишнику? И многие говорят, подари айтишнику книгу. Но какую книгу? Я вам скажу, с картинками. Вы все равно не угадаете айтишную книгу, но с картинками хотя бы будет весело. Я знаю, что многие книги для айтишников без картинок, но вы ищите такую, где есть картинки, тогда точно угадаете. И вообще, не дарите на Новый год айтишнику что-то из айтишной темы, потому что это будет либо дорого, либо ему не понравится. Лучше подарите открытку, сделанную своими руками, и тогда ему хотя бы будет стыдно сказать, что ему она не зашла. Он скажет, вау, круто, своими руками, спасибо, я всегда о таком мечтал. Ну, а это был Сойер, спасибо, что слушали. Студия, вам слово.